А я ведь им говорил, говорил, что поездка в Архангельск будет интересной. Поверили не сразу. Ух ты! А по-настоящему доброе утро начинается с хорошего завтрака. Не хочется терять ни минуты в этом городе. Мороз в Архангельске, конечно, настоящий. Температура всего 11 градусов, но 100% влажность, близость моря и ветер дает о себе знать. Замерзаешь прямо на ходу. Менее полудня мы находимся в Архангельске, но я уже понимаю, что самое привлекательное место здесь – это набережная. На каждом шагу находятся какие-то малые архитектурные формы, памятники. И само место просто насыщено энергией покорения. Прямо сейчас мы находимся в ключевой точке, давшей развитие городу Архангельск и всему Русскому Северу. Первое упоминание об Архангельске датируется 1419 годом. Это ключевая точка, это ворота к Русскому Северу. Мы с Пурнаволок. Именно здесь река Северная Двина разливается в дельту. А далее по реке Северной Двины мы можем добраться до таких городов, как Сыктывкар, Великий Устюг и даже Вологда. Ворота ко всей северной части России и выход к Белому морю. И наши предки это хорошо осознавали. И, конечно же, человек, который внес главный вклад в развитие города – вот он перед нами – Петр Первый. Впервые Петр Первый побывал здесь в 1693 году и заложил первую верфь. Архангельск стал родиной первого российского военного корабля, родиной российского флага. А на место, где был собран и спущен на воду этот корабль, мы отправимся прямо сейчас. Это предприятие живо до сих пор и называется «Красная кузница». Слева от нас уже видны верфи и огромная вывеска показывает нам, что мы движемся в правильном направлении Соломбола. Отсюда начиналось развитие поморья и российского судостроительства. Друзья, трепет в душе. Благодарен руководству завода за то, что мы можем оказаться здесь, внутри того предприятия, с которого начиналось российское судостроение. И продолжается до сих пор. Давайте посмотрим. Ну что, телезрители мои сухопутные, начинайте удивляться. Прямо перед нами герой фильма «Ледокол». Корабль Михаил Сомов, которым снят этот фильм. Наш известный путешественник Челенгаров именно за спасение этого корабля из-за льдов Арктики получил звание Героя России. Нам предоставили уникальную возможность подняться на борт этого легендарного судна. И, конечно же, мы не можем не подняться. День добрый. Я обожаю видовые точки. И когда эта видовая точка находится на огромном легендарном корабле, это, конечно, впечатляет двойне. Отсюда лучший вид на Северную Двину. Отсюда вид на сердце российских судоверфей. Люди, которые здесь работают каждый день, возможно, уже этого не испытывают. Но мы, которые проехали тысячи километров по равнинам, холмам, горам, увидеть речку, которая в ближайшее время впадет в Белое море, судоходную, с огромными кораблями, конечно же, испытываем здесь трепет. Как строится суда в современном Архангельске, мы сможем увидеть прямо сейчас. И в этом нам поможет Рогалев Николай Васильевич. Здравствуйте. Добро пожаловать в наше предприятие. Сейчас мы сможем увидеть воочию, как строятся на нашем заводе корабли. И посмотреть новую технику, которую за последнее время нам удалось запустить производство. Впервые в жизни еду по рельсам. Это последний сохранившийся в Архангельске трамвае, который скоро станет городской достопримечательностью. Это еще одна вещь классная, которая сделается здесь, в этих цехах. Но прямо сейчас мы сможем посмотреть на два будущих буксира, которые также строятся на этом предприятии. Архангель в своей истории переживал разные времена. Во времена Ивана Грозного и вплоть до 17 века это был крупнейший российский морской торговый порт, который приносил государственной казне до 60% доходов. Позже с развитием Санкт-Петербурга, конечно же, он свою ценность утерял. В советское время здесь был мощный советский созданостроительный комбинат. В 90-е годы, конечно же, мы все это производство потеряли. И начиная с 2007 года, по сегодняшний момент, началась новая точка восстановления. И прямо сейчас здесь, на заводе Красной Кузницы, строятся новые корабли. И сейчас я иду по палубе нового будущего буксира. Предприятие сейчас находится в стадии модернизации. Прямо за моей спиной находится газопламенная резка, способна порезать металл толщиной до 30 сантиметров. Мы прибыли в ДОК, где идет ремонт современных кораблей. А вот на той стороне мы можем видеть такие черные шашечки. Это стапеля, с которых спускали на воду петровские корабли. У меня за спиной находится огромный танкер, который проходит, говоря автомобильным языком, плановый ТО. Каждую зиму они обязаны заходить и проходить доковый осмотр. Помимо огромных, мощных морских кораблей, из ДОК открывается и прекрасный вид на Архангельск, на его набережную. Прямо сейчас мы находимся в самом географическом центре города Архангельск. Его точные координаты определил исследователь Арктики лейтенант Вилькицкий. Мы побывали в порту, посмотрели на морской флот, но еще не были на самом море. Самое время отправиться. Мы едем в Северодвинск, где находится база атомного флота Российской Федерации. Выезжаем из Архангельска и двигаемся порядка 30 километров на запад в город Северодвинск. Для того, чтобы показаться в нашем финальном пункте назначения, нам нужно будет пересечь мост, специально построенный на остров Ягры. Очень интересный рельеф за окном. Мы движемся сейчас в устье Двины до горизонта. Все абсолютно ровное. То есть здесь нет никаких ни гор, ни холмов. То есть абсолютно чистая равнина предморья. Современное оборонительное сердце русского севера теперь принадлежит не Архангельску, а Северодвинску. Базе атомного флота России. Внутри Северодвинска мы повернули на остров Ягры. Сейчас находимся на подъезде к мосту. Основной город остался впереди, а мы движемся именно к Яграм. Друзья, путь в 1300 километров до моря преодолен. Буквально каких-то 50 метров, и мы окажемся на Белом море. Вот теперь я могу в полной мере сказать, мы достигли своего пункта назначения. Впервые программа пункта назначения добралась до моря. И это море действительно белое. Сегодня мы не сможем в нем поплавать, зато сможем по нему погулять. Вот оно, то самое Белое море, которое веками для России было единственным окном в Европу, через которое ксенофонд Анфилатов начал свое путешествие в Америку. Несколько десятков километров, и начинается бассейн Северного Ледовитого океана. Друзья, хотите посмотреть, как выглядит это место летом? Сейчас я покажу. Морские волны зимой выглядят немножко по-другому, но даже из снега они вполне похожи на настоящие. Центральная улица Северодвинска, напоминающая, мощный советский промышленный город, а-ля Магнитогорск, даже может быть большой какой-то Челябинский Екатеринбург, такой сталинский классицизм в архитектуре, размах имперский совершенно, и вот какой-то наполовину отпавший дом. Малые архитектурные формы, очень тематические здесь, и вот это вот якорь от самой большой в мире подводной лодки. Самая интересная характеристика дороги Архангельс-Северодвинск в том, что это практически абсолютно прямая. В дороге почти нет поворотов, нет практически перепадов высот, то есть ты едешь, едешь по прямой. За время скитания по портам, докам и берегу Белого моря мы практически не успели вам показать Архангельск. Но есть одно место, куда мы можем съездить и в темное время суток, это пешеходная улица Чумбарова-Лучинского. Куда и направляемся. И знаете, уже с первых же шагов, в отличие от большинства пешеходных улиц, на которых мне уже удалось побывать, у этой есть свое лицо. Она практически вся деревянная, она практически вся в атмосфере вот этой дореволюционной России. Ну, я не знаю, пойдемте с ней знакомиться. Она внешне очень-очень самобытная. Уникальные фасады 19 века в дереве. И зачем-то все портит безобразнейшая наружная реклама. Ее слишком много, и она слишком оляписта, оляписта, ее здесь быть не должно. Архангельский городской культурный центр. Мне кажется, надо зайти, да? Зайдем? Нам, как всегда, везет. На самом деле, здесь уже закрывается, все персонал уходит, но узнав, что сюда приехала съемочная группа «Святки», нас пустили, и, собственно говоря, сейчас мы чуть-чуть зрителям нашей программы покажем обустройство купеческих архангельских домов. Поехали. Мы приглашаем зрителей программы «Пункт назначения» в Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» в город Архангельск на улицу Чумбарова-Лучинского, 15. Чтобы понять значение Архангельска в 16, 17, 18 веках, достаточно взглянуть на карту и на реки. От Архангельск в устье реки Северная Двина в которые впадают реки Вычигда, Сухона, река Юг, которая течет в том числе и по территории Кировской области. Огромнейшая территория, включая Вологду, Великий Устьюг, Сыктывкар. Все эти реки воротами, в которые был именно Архангельск. О, которые-то давнешние леты унесла в опылка морского ломя кот с кулаянами. Била их цетвероводы. А на пятой день тихо пала погодья. А молотались акулаяна, глянули. Таколоса на море. Вода кротка. Одаль камена луда. А серед луды той трое палахала сидят. Солнце, ветер, да мороз. А межима спор идет. Который из них большак на море. Колокола воспроизводят поистине уникальную вибрацию и обладают уникальным, лечебным, очищающим, в том числе, духовным действием. Я сейчас делаю это очень аккуратно-аккуратно. Но звук при этом все равно будет насыщенный, наполненный и громкий. Звук при этом все равно будет насыщенный. Нам пора прощаться с нашим уютным домом в Архангельске и двигаться к родному. Последнее место, в которое хочется заехать перед отъездом домой, оно находится прямо рядом с нашим отелем. Это Михайло Архангельский кафедральный собор. Мы еще заехали в порт, помахали рукой корабля. По обратный путь лучше двигаться не тем же путем, которым приехали, а удлинить его на 140 километров и проехать еще через один старинный русский город, Великий Устюг. Иногда очень интересно остается вдоль основных маршрутов. Проезжая по трассе, мы увидели примерно в километре за полем вот такой деревянный храм. И, конечно, не могли не заехать. Это храм, сохранившийся с 16 века. Редактор субтитров А.Семкин сегодня мы уже отмотали более 600 километров от Архангельска до Великого Устюгова. И у нас осталось еще примерно столько же. Друзья, не помню, когда в последний раз у меня была возможность на съемках программы протестировать задний ряд. Но в X-Trail я делаю это с удовольствием. Мы уже намотали на этой машине более 2000 километров. Впереди еще около 600. И я с удовольствием, воспользовавшись задним сидением, подлокотником, этой уютной подушечкой, несколько часов посплю. С вашего позволения. Друзья, мы все еще в Костромской области, в поселке Шарья. Но уже здесь есть СЗС движения, а значит мы с вами почти дома. Данное расходе топлива вы, как всегда, видите на своих экранах. В нашем случае они составили чуть больше, потому что ехали мы активно. Теперь полного бака нам хватит, чтобы добраться до дома. Нашим прияткам, ксенофону Анфилатова, такие путешествия давались с трудом. А сейчас для того, чтобы оказаться на Белом море, всего-то навсего нужно большое желание и хороший автомобиль. Эта поездка стала рекордной для программы пункт назначения. Уже мы преодолели более 2,5 тысяч километров, и еще осталось около 100, и самое время подвести итоги теста. Nissan X-Trail действительно соответствует своему слогу, но и готов к приключениям. Это время мы провели по взаимопонимании, полной поддержке, с хорошей управляемостью. Я могу сказать, что этот автомобиль любит большие скорости. Чем лучше дорога, тем быстрее мотивирует он вас ехать. Двигатель объемом 2,5 литра, прекрасно взаимодействует с вариатором. Ровный, мощный, крутящий момент, который дает вам запас на обгонах. Немножко я бы добавил шумоизоляции задним колесным марком. Особенно на плохой дороге небольшие шумы пробиваются. Но в целом и эргономика машины, и ее опционал соответствуют тому, чтобы в ваших длительных путешествиях для вас всего было достаточно. Безопасной ночной езды делает светодиодный дальний свет. Очень мощный, очень яркий. Ну а ближний свет хотелось бы сделать чуть-чуть повыше. Это можно сделать в салоне у дилера. Ну и поиск плюсов-минусов. В машине всегда дело субъективное. Я рекомендую вам пройти свой тест-драйв Nissan X-Trail в ближайшее же время в салоне Prestige Auto по адресу Дзержинского, 77. Желаю вам активных путешествий и увидимся в новой программе «Пункт назначения». Пока! Субтитры подогнал «Симон»!